Глава Краевой госавтоинспекции раскритиковал качество уборки дорог в Красноярске. Дорожные полицейские обвинили мэрию в неудовлетворительной очистке проезжей части. Инспекторы уверены, из-за этого за каникулу на треть выросло количество ДТП. Мэрии выдано 18 предписаний и возбуждено 4 административных дела. Отвратительно была организована работа по уборке проезжей части. Вызывает тревогу и опасение, что увеличилось и количество ДТП, в местах совершения которых сотрудниками ГИБДД были выявлены недостатки зимнего содержания дорог. Это неумение и неэффективное использование, в том числе и дорожной техники, неиспользование современных противогололюдных материалов. Обрабатывая улицы таким, простите за выражение, дедовственным способом, посыпая песком, но в современные условия уже не позволяет. Так, за 11 дней января количество аварий выросло с 447 до 642. Разница почти в 200 ЧП. Нарушения по уборке и содержанию зимних дорог выявлены более чем в 300 улицах. А избавляться от снега коммунальщики вообще-то должны максимум за 12 часов после снегопада, напомнили инспекторы. Иначе машины, спецслужбы, а также автобусы не могут оперативно проезжать по дорогам. В ГИБДД заявили, по их данным, мэрия неправильно применяла и противогололедные вещества, например, наносила их избыточное количество, либо использовала не те температурные рамки. В мэрии ответили, делают, что могут, но тема использования противогололедных материалов в Красноярске вызывает слишком большой общественный резонанс. Получается замкнутый круг, будто реагент не сыпят из-за самих же водителей. Выводится максимальное количество техники. Безусловно, в своей работе мы должны пользоваться ГОСТами, СНИПами. Но, с другой стороны, все равно мы работаем для людей. И, конечно, мы сейчас должны учитывать и в том числе и мнение людей, красноярцев, и найти какой-то баланс. Если мэрия будет искать баланс слишком долго, заявили в ГИБДД, будет возбуждено дело за неисполнение предписания от надзорного органа. Административное дело — это до 30 тысяч штрафа для ответственных лиц, и до 300 тысяч для юридических. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова